скале милану я не хочу жить в дубае слив трека и опять же надо посмотреть вот заберу вот вот это шедевр песня заберу угли стефан и скале милана это вот одно из немногих что из фрешменов я даже переслушаю время термина попадется и от слушает это заберу угли степа и скале милана вот это вот показатель действительно достойности когда человек с абсолютным музыкальным вкусом слушает фрешмена не один раз смотрите я не знаю что там за нафиг этот музыка может просто проверить что это весно был очень заказ структуру разбирали вид никуда и пока вы это разбирали мы зашли вот сюда ирго вы можете зайти посмотреть потому что треки на данный момент как бы все уже добавлены сайт люди как бы их разбирают да я такой а вот на первом месте скале милана нажимать и вижу вот это дерьмо я трек не слушал я в ахуе правда я не хочу жить дубаи 41 км на первом месте легендарка фара легендарка фара наоборот это дерьмо дерьмо вот это дерьмо не знаю я почему дерьмо сейчас посмотрим дерьмо или нет но фара это не легендарка ни один трек фары нельзя назвать легендарным ни один он за все творчество не сделал такого трека чтобы он меня прям зацепил вот как опять же я сейчас сказал за скале милана заберу не одного такого даже близко по уровню нету фараона трека ни одного что ты не за души я просто хотел понять это это которое мы сегодня будем слушать только сегл и клипы и альбом стоп давай прекращать данила которую в который он оговорит причины по которым не мог ладно я думал просто послушать это трек или нет это зря он вот это вот ну что это такое одно и то же повторять во первых это не талант это какая-то шляпа потом вот это вот говорить вот это тоже зря на него на этот оскорбление в пустую я не говорю что я поклонник оксимирона оксиминога оксана оксиминог но он все равно он тебя трогал что ты его оскорбляешь не пойму может быть трогал момент разбирательности и цензуры тем самым отвечает подожди я говорю давай слушай аж да я видел больше дерьма чем ваш любимый кизару где ты там чего-то видел ну кизару там тоже ну он видел просто мир повидал в барселоне живет конечно он тоже ничего не видел ни разу он не сидел это все его либо вы отсидки очередной раз скажу выдумки набил татуировку какую-то непонятную шеф потом он придумал то что он эту татуировку там аж целых там четыре недели сколько он там отсидел четыре дня в испанской тюрьме в люксовом каком-нибудь номере говорит я ее там сделал у тебя что видосы есть как ты там сидел каждый день или что какой-то скрин был на сайте интерпола школьники там надрываются у него скрин говорит есть он на и был сайт интерпола там все а висят кого интерпол там ищет или он в розыске или просто она ну как-то там стоит что среди этих и что есть факт того что в интерполе вот так же висит карточка вот это с мордой там совсем когда просто был заявлен паспорт в розыск между загранпаспорт короче когда потеряли что-то и потом что-то подали заявление на новое потом нашли не заявили что он ну как как типа два паспорта сейчас уже вот по таким мелочам по таким непоняткам висит и это еще не значит что там много такого есть там по какой-то бытовухе и это уже интерпол это самая безобидная организация интерпол они никого не арестовывать не задерживать ничего он все это в одну сказку соединил что его там искали за какие-то кусты его искали где-то там домой ничего подобного еще какой-то дам еще раз историю придумал насчет того что он там опять его там приняли за что его там приняли непонятно короче все понятно этот сказочный олег он просто имеется ввиду он как музыкант ничего так есть у него талантливые все лучше чем биг бэби тейп но как в плане своих вот этих ливовых отсидок это сказочник каких-то там рассказов то у меня это убило слушал тоже эти вот наплеты его галимые что он там какого-то марокканца он там ударил заступился за соседку да он убегал бы ото всех он всех боится кого он там мог ударить или в конфликт вступил бы его реально там он боится там ночью там стемнеет выйти боится там в самом безопасном где там освещение хорошее там тусуется на скейтах катается со своими вот этими ложками ложками вот этими бред какой-то он никогда гангстерской жизнью не жил вообще ни часа а ты это тоже что-то там надрывается видел он что-то тоже ничего не видел в супермаркете только может сок украсть в общем понятно опять Мирон это ответка какая-то обиделся значит с Кали Миланом обиделся на Оксимирона что он его где-то там что-то тронул упомянул что-то он там сказал за него что он там трушный не трушный что он там прогнулся когда я его там ну начались у меня но ничего не знаю помнишь когда увидишь меня и ты войдешь в историю как главный рэпер душнило мои запеканные треки лучше твоих обычных ипо страны знает секста даже когда там гличи со мною правда ты пиздишь это наше отличие я не хочу жить в Дубае я не хочу жить в Дубае ну нет смысла было отвечать кому ты что доказываешь было бы лучше ты в глазах действительно каких-нибудь взрослых там людей не детей там а маломальски которые там вообще шарят за жизнь ты бы выглядел лучше чем ты как дурачок там что-то в ответ ты дурак нет ты сам дурак что-то пытаешься там доказывать какая разница что там это так Семенов сказал запеканные треки не запеканные там не важно ну нет такого тоже за мною правда какая там тоже правда за тобой вы все как бы один другого не лучше какие-то как бы ну есть нет ну есть действительно если берут это заберут там есть что-то нормальное а так по большому счету твое тоже творчество его нельзя назвать творчеством музыка это просто все равно грязь и помойка вот эти все твои треки ничего хорошего там нет так что тебе в любом случае рот свой ты не не имеешь права открывать что-то там болтать что там не знаю было бы что-то ты хорошая ладно даже хип-хоп я там понимаю там мияги делают вообще хорошую там действительно хип-хоп культура которая там можно на международной арене представлять а ты вот с этой вот все равно в основном грязища вся хрень какая-то то там бабку убил там в подвал ее закинул то там кодеин там в ложке грел там уколол друга чтоб он сдох и сгнил все смысл все равно таких там короче треков в основном там вот такое все что там хорош какая правда там за тобой ну что за бред вот этого несете как клоуны еще грозитесь там с собой какой клоун круче другого вот это не надо ложе нести лучше давай делай песни вот это двигай двигай жопой жопой опять же вот это двигай жопой и все остальное это ж ведь даже вот это я даже ковр блин сука чуть не сделал вот это я я я юпио юпией нормально там просто этот напряженный вот этот пар слишком много надо говорить ну и тоже плагиат оказался это ж на доктора дре вот этот вот все был разбор вот она я еще думал там где-то плагиат а там получается все весь альбом плагиат плагиатчики дармоеды бездельники негодяи все не хочу вас видеть слышать идите в школу учитесь и чтоб я вас не видел